Юлия Шилова «Пощадить-погубить» или «Игры мужскими судьбами» Роман, 2009 год «Нельзя разговаривать и уж тем более кокетничать с незнакомыми людьми», гласит одно из правил хорошего тона викторианской эпохи. Современные девушки находят подобные запреты смешными и безнадежно устаревшими. И напрасно. Алина затормозила у светофора и мило улыбнулась симпозатному мужчине из остановившегося рядом джипа. Ох, лучше бы она этого не делала. Правда, поймет она это позже, когда случайный попутчик ворвется с пистолетом к ней в квартиру и увезет в глухой лес. Без денег, без документов, в одном легком халатике Алина выбегает на проселочную дорогу. Но вместо того, чтобы получить помощь, оказывает ее сама. Вытаскивает из горящей машины человека. Спасенный красив, богат и холост. От автора. Мужчины. О вас мы думаем, мы переживаем, злимся, покоряем, не спим ночами, любим, ненавидим, страдаем, находим, теряем. Наши судьбы постоянно пересекаются, и все эти годы мы пытаемся найти с вами общий язык. Вы наполняете наши сердца гневом, ревностью и страстью. Иногда мы не просто вас любим, дружим, общаемся с вами, но и манипулируем. И ведь зачастую, благодаря нашим манипуляциям, вам становится интересно с нами общаться, особенно если эти манипуляции выполняются с высоким уровнем профессионализма. И это не потому, что мы хотим доказать свою значимость, а потому, что мы авантюристки и любим жить на грани, и не можем без приключений. А еще нам нравится сам процесс. Важно, чтобы мужчина не осознавал, что им манипулируют, иначе эта игра становится неинтересной. Название романа говорит само за себя. Игра мужскими судьбами – это талант от бога. Это стиль жизни и огромное желание добиться поставленной цели. Мужчины боятся таких женщин и бегут от них, как от огня. Ведь зачастую таких женщин невозможно переиграть. Но все же кто-то проявляет неосторожность и попадает в сети милых, очаровательных, красивых, талантливых и, на первый взгляд, таких беззащитных манипуляторов. Для которых манипуляция – не всегда развлечение, а чаще всего это способ выжить. Жизнь – это вызов, и мы умеем его принимать. Это шанс, который нельзя не использовать. Это борьба, и мы должны ее выдержать. Это интересное приключение, в которое мы не можем не отправиться. Мы научились завоевывать свое место под солнцем силой своих непростых характеров, жизненными принципами и своим мировоззрением. Нам нелегко, ведь многим из нас приходится идти против сложившихся норм женского поведения, чтобы достигнуть своих целей. Мы любим играть в захватывающие, интересные игры, выставляя перед нашими мужчинами кучу преград перед тем, как они достигнут финиша и получат свой заслуженный приз. Внутри каждой из нас есть актерские способности, которые всегда помогают нам, где нужно пустить слезинку, сделать невинное лицо и из отъявленной стервы превратиться в мягкую и пушистую кошечку. Мы можем заставить запылать понравившегося нам мужчину, а можем и остудить его пыл. При этом мы сделаем все возможное, чтобы мужчина вспоминал нас с приятным содроганием в сердце. Мы хорошо знаем, что хочет мужчина в тот или иной момент, и мы не любим размениваться на тех мужчин, которые нас недостойны. Никто не отрицает тот факт, что мы умеем щекотать нервы, но все, что мы делаем, мы делаем от души. Мы умеем совершать поступки, умеем быть честными, прямыми, открытыми, и если уходим, то уходим достойно. Мы делаем все возможное, чтобы нас не подавляла жизнь. Милые женщины, я желаю вам всем женской мудрости, ведь именно ее чаще всего не хватает для построения женского счастья. Не бегите от любви и не бойтесь быть счастливыми. Женская мудрость – это ваше оружие в мире мужчин. Мудрая женщина должна уметь управлять мужчиной столь виртуозно, что он ни за что об этом не догадается. Это нужно делать, не подавляя, не унижая и не поглощая его. Женщина – это целый океан, а мужчина – лодка в бушующем океане страстей. Я искренне верю, что мои романы помогают вам разобраться в тех мужчинах, которые встречаются на вашем пути. Мне хочется, чтобы, встречаясь, вы в первую очередь опирались на здравый смысл. А то ведь зачастую бывает так, что когда мужчины с нами знакомятся, они видят в нас ярких, целеустремленных, жизнелюбивых, самодостаточных личностей. А когда вступают с нами в близкие отношения, то с ужасом наблюдают за тем, как мы все больше и больше превращаемся в зависимое и жалкое существо. Если вы еще в самом начале отношений с мужчиной настроились на поражение, то лучше сразу сойти с беговой дорожки. Не стоит втягивать наших мужчин в наши прошлые сердечные дела и сравнивать их с теми, кто когда-то оставил след в нашей жизни. Мужчинам всегда трудно найти общий язык с женщинами, оплакивающими свое прошлое. Они любят жизнерадостных женщин, потому что они очень соблазнительны и сексуальны. Важно вести любовную игру искренне и красиво. Нужно знать, что хочет мужчина. Мудрые женщины никогда и ничего не просят у мужчин. Те все сделают для них сами. И даже если мы сжигаем сердца окружающих нас мужчин, то это не мешает нам встать у плиты и варить борщ для своего любимого. Мы не живем эту жизнь, мы ее прогораем. И пусть некоторые из нас сгорают слишком быстро, но жить по-другому не умеем. И даже если вы недостаточно красивы, то вы просто обязаны быть привлекательны, иметь свою изюминку и выглядеть сексуально даже в самой монашеской одежде. Умейте правильно себя подать. Пусть ваша правильная подача себя действует на мужчин как оружие массового поражения. Будьте восхитительны, очаровательны, желанны и притягательны. Пусть взгляд, движения, улыбка будут наполнены такой сексуальностью, что у мужчин будет захватывать дух, и они не всегда смогут контролировать свои желания. За такую женщину мужчина готов пойти на все. И пусть за это вас ненавидят и вам завидуют другие женщины, не имеющие власти над мужчинами. Пусть. Все недоброжелатели, завистники и критики делают нас только сильнее. Чужая жизненная позиция и чужое мнение не могут помешать нам заставлять трепетать мужские сердца. Почти каждая из нас – женщина с прошлым, но это не значит, что мы собираемся исповедоваться первому встречному и раскрывать все наши тайны. Красоту и ум нужно воспитывать. Если мы вызываем восхищение, а окружающие нас мужчины признают нашу исключительность, значит, мы на верном пути. Не бойтесь возбуждать наших мужчин неординарными поступками и постоянно подогревать их страсть своей исключительностью. Не спешите сходить с пьедестала роковой женщины на землю. Все мужчины по своей натуре – завоеватели, и они ценят тех женщин, которых невозможно целиком завоевать. Интерес к таким женщинам остается навсегда. Мужчины быстро охладевают к тем женщинам, которые забывают о себе, о своих интересах, чувствах и считают, что их жизнь представляет ценность только рядом с любимым мужчиной. Растворяясь в партнерах, женщины просто навязывают себя мужчинам. Наших мужчин привлекает женщина-личность, у которой внутри есть стержень.